Ну что ж, Ивно, с вами Руни, я как-то спрессовать. Думаю, многие смотрели в детстве, не побоюсь этой фразы, легендарный советский мультфильм Чебурашка и Гена. Поистине уникальное произведение, которое, скорее всего, понравилось многим. Но сейчас этот мультфильм не столь популярен, что и объяснять, я думаю, не стоит. Ну так вот, сейчас многие заинтересованы как бы и ФНАФом, не считая того, что как бы он умирает, не умирает, но я этого не особо замечаю. Ну и, скорее всего, вы даже не могли мечтать об объединении советского мультфильма с инди-хоррором. Но, как говорится-то, мечты сбываются. И да, действительно, существует ФНАФ-игра на тему Чебурашки и Гена, естественно. Самое интересное, что вышло уже целых 4 части, о которых я вам сегодня расскажу. Так что приятного просмотра, потому что сейчас будет очень интересно. Сюжет тут очень раскрытый, и, по сути, мы имеем лишь предысторию. Ведь я без понятия, что курил тогда разработчик игры. Вот просто послушайте. Боже, ладно, я думаю, вы поняли. Ладно, давайте переходим-то всё же к сюжету. Вообще, что мы имеем? Как бы действие игры происходит, как ни странно, в России, а точнее, во времена СССР в 1969 году. И однажды в одном городке открылась некая таинственная кафешка под названием Чебурашка и Тортик. Ну, получается, кондитерская или типа того. Самое интересное, что тут даже нет своего главного героя. Он тупо взят из ФНАФа. И да, это Майк Шмидт. Как по мне, но это вообще не очень. Ну, как бы, естественно, что зверюшки тоже, как бы, не простые, а золотые могут ходить. Если так подумать, то каких-то либо кардинальных изменений под сравнением с ФНАФом нет. Две двери, планшет с видеонаблюдением. Ну и как бы всё, мог бы я сказать, но, к сожалению, нет. Двери работают благодаря электричеству, но тут, видимо, оно бесконечное. Потому что оно тупо не заканчивается. И да, вы всё правильно поняли. Просто закройте все двери и чилите. Кстати, есть ещё один вариант бага. А именно, у вас может тратиться энергия просто так. По причине того, чтобы не втакать. Аниматроники достаточно похожи механиками на аниматроников из первой и второй части. Ну, для баланса вселенной, я вам расскажу о них, конечно же. Крокодил Гена. Да, именно крокодил, не аллигатор, не путайте. Он приходит через левую дверь. И если вы не захотите, чтобы вас убил крокодил в плаще, со шляпой, то закройте дверь. Малыш. Если честно, странно, что он вообще тут есть. Ведь, по идее, должны быть персонажи только из советских мультфильмов. Но, по непонятным причинам, тут есть малыш из Барбускинов. И да, его механика такая же, как и у Гены. Только малыш придёт через правую дверь. Чебурашка. По сути, самый главный и самый маленький в этой шайке. Он появляется в окнах. И если вы его увидели, то я бы посоветовал закрыть дверь. Чтобы вас не зачебурашили. Мортышка появляется со второй ночи. Она будет находиться на камере 7. Механика у неё аналогична марионетке. А то есть, нужно заряжать шкатулку. Золотой чебурашка. Угадайте, у какого у него троника скажу же механика? Ну, конечно же, у Голден Фредди. К счастью, мини-игры тут не забаганные. В первой мини-игре мы играем за чебурашку, который собирает апельсины. И после того, как мы соберём целых 20 апельсинов, нифига себе, чебурашка хавает. Мы подходим к финишу, и мини-игра заканчивается. Во второй мини-игре то же самое, только есть гена. А в третьей мини-игре начинается парккор уже с горы. В меню экстра можно убедиться, что аниматроников тут действительно всего 5. Прямо как и в оригинальном ФНАФе. А также можно посмотреть скримеры. Ура! Разработчик сделал ремастер от своей игры, сказал бы я, если это являлось правдой. Но нет, потому что это ремейк фанатский. Не буду говорить, что именно переделали и добавили, но про пару моментов можно, в принципе, рассказать. Ну вот, собственно, вы видите, достижения добавили. Прикольно, в принципе, неплохо. Убрали все ошибки с этой энергии. Наконец-то она сама по себе не тратится. И вообще она тратится нормально, сбалансировано. Так что это уже хорошо. Перевод тортики у чебурашки. То есть не из чебурашки там тортики, не из чебурашки, там пятна через чебурашки. Все тут хорошо. Текст немного изменен. И вообще, кстати, я как понимаю, это не с нуля все было сделано. Это просто взят исходный код и просто был немного изменен. В принципе, все хорошо. Озвучка хорошая. Давайте сейчас даже послушайте ее. А что на первой ночи делают уже голден, чебурашка? Ну, ладно. Неважно, ладно. Уже есть. Хорошо. Но также еще в меню экстра добавили там по мелочей. Как бы, ну не особо это было нужно. Вот этот перевод как бы круто. И как бы все, молодцы. В принципе, тут не что-то прям масштабное. Как, допустим, там с Кэнди там ремастер. Это прям очень круто, как подняли графику. Тут, в принципе, что-то прям супер-мега масштабное. Какое-то с чистого листа тут такого, короче, нет. И как бы, ну вот все. Как бы больше и нечего говорить. О, какие все красивые. Во второй части все такие накрашенные. Как бы научились краситься. Все такие все за собой ухаживают. Ладно, молодцы, молодцы. Короче, сюжета тут нету. Можно, в принципе, скипать. Так что сразу переходим, получается, к геймплею. Ну вот, сами вот тут посмотрите. Можно сказать, что, в принципе, все слизано, кроме светофора. Тот же длинный коридор. Те же вентиляции. В нескольких словах, не круто. При этом, тут еще куча багов с аниматрониками. Которые вы узнаете чуть позже. С камерами, которые показывают одно и то же. Ночи, которые длятся по 8 и 10 минут. Персонажи, как я и говорил. Ранее очень забагованы. Кстати, говоря о названиях. Называть я буду их, как, в принципе, разработчик нами дал их называть. Игрушная чебурашка приходит через главный коридор. И может по приколу убить, если вы даже одели маску. Игрушная гена приползает через правую вентиляцию. Если вы его увидели в офисе в посвеченной вентиляции, то оденьте маску. Игрушная малыш, боже. По сути, он должен приходить через главный коридор. И пока вы там чилите в камерах, залезать в вентиляцию и нападать. Но из-за сегмических багов лучше просто светить на него, одев маску. Сломанный чебурашка. Резко появляется в вашем офисе. Проще говоря, тупо слизанная механика Wizard Freddy. А то есть, быстро одеть маску. Ну, рефлексы проверяют, вы поняли, да? Сломанный гена появляется в офисе. Просто оденьте быстро маску и всё. И также сломанный малыш. Имеет точно такую же механику. Менгляк и сломанный шапокляк. По идее, они приходят через правую вентиляцию и через главный проход. Если кто-то пришёл через правую вентиляцию, то оденьте маску. А если через главный, вообще по канону на Мангл надо как бы светить. Когда она в главном коридоре. Но тут столько не свети, сколько не свети. Короче, ей будет абсолютно пофиг. Потому что эта макака будет всё равно залазить на потолок. Потому что она очень забаганная и, короче, руйнет без конца. Сломанный. Золотой. Нет, не золотой. Именно золотой чебурашка. Он будет появляться в вашем офисе. Поднимите планшет, чтобы он исчез. Кто меня там сверлит? Что за херня? Витачок-шарик приходит через левую вентиляцию. Играя роль балумбая. Балумбоя, точнее, блин. Обезьянки. Им нужно загрязать шкатулку, чтобы они не пришли баловаться. Как и в первой части, здесь есть мини-игры. Которые, на удивление, лучше, чем из первой части. Потому что тут они имеют хоть какой-то смысл. Ну, начнем, в принципе, с первой мини-игры. Мы видим охранника, который, видимо, кого-то услышал. Ну, и он решил проверить, как бы, почему бы и нет. Что-то все-таки шум там был. Ну, по итогу, охранник посмотрел на аниматроников и ничего такого не нашел. И после, на определенном моменте, вы должны застрять. И вам придется перезайти. Тем самым, мини-игра сбросится. В второй мини-игре охранник затирает про какой-то скример с кошмаром. И встречает чебурашку. После чего они поговорили и попрощались. Ну, ладно, давай пока, чебурашка. Пока, полиция. Стоп, чё, ладно, ладно. Проехали. В последней мини-игре происходит какая-то дичь. Охранник смог открыть дверь. И там он встретил мартышку. Которая говорила про большое количество попугаев. И резко обиделась на охранника. И по приколу скримернуло его. Нормально. Ну, поп. В принципе, тут в каждой части, если честно, просто как для спойлера. Всё по приколу делается. В меню экстра можно посмотреть на полный рост аниматроников. Которых тут достаточно немало. А также на их скримеры. И ещё мультики. Блин, это вайбово, кстати. Ну и остался, в принципе, ну погоди. Это, получается, седьмая ночь. В которой вместо обычных нам аниматроников будут всего два аниматроника новых, не считая обезьянок. А именно сломаны Волк и Заяц. Кстати, интересный факт. Теперь вам звонит не Фонга, а и в начале ночи. А Волк из мультика, ну погоди. Боже, это очень круто. Вот это вырезает, типа так вырезает момент. Это прям очень круто звучит. Волк всё как будто пьяный, боже. Очень классно. Так, ладно. Как бы, насерьёзим. В общем, тут ночи, естественно, забагована. Как бы классика. А классика никогда не выходит с хайпа. Да. Но сначала поговорим о Заяце. Для начала, потому что именно Волк. Тут у кого-то с глобусом. В общем, Заяц. В принципе, хороший парень. Хороший зверь. И никаких багов не имеет. Может прийти через главный проход. И через вентиляцию. Если пришёл через главный. То нужно светить на него. И лучше, на всякий случай, ещё маску надеть. А если он пришёл через вентиляцию. То можно только надеть маску. Ну и, собственно, сломанный Волк. Который всё и портит. Может прийти через главный проход. И чтобы он ушёл, нужно просто посветить фонариком. Но после этот лысый глобус. Приползёт через вентиляцию. И когда он уже будет вылезать. Я без понятия. С какой скоростью надо надеть маску. Чтобы он вас не убил. Три секунды. Две секунды. Как были там вообще какие-то миллисекунды. Милли, милли, ноль, 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 одна. Вот такое что-то. Я не знаю. Ну, короче, реакция должна быть у вас. Ну, не знаю. Не просто профессиональный уровень. Там прям какой-то высший класс. Не знаю, там. Короче, вы поняли. Там что-то нереальный уровень вообще должен быть. О, да. Третья часть. Мы дошли до третьей части. Бог любит троицу. Так что начинаем опять без сюжета. Потому что какой-то и сигма. Ведь разбираться в этом крокодил, чебурашка, вкусная точка. У меня просто нет желания. Да и не думаю, что там можно вообще что-то нормально разобрать. И что-то полезное получить. Максимум просто посмеяться, поугарать. Не более. Ладно, геймплей. Тут почти чисто FNAF 3, если честно. Но, хотя, не особо-то и чисто, по сути. Тут можно улыбать ностальгическую музыку. Причем даже несколько целых 2 вау. Так, плюсы все же есть. Но на этом плюсы еще и не заканчиваются. Потому что на камере 4А можно посмотреть мультики. В общем, шикарно. Кстати, есть энергия, которая вроде как работает плюс-минус нормально. Ну вот тут я немного проофигел, потому что мини-игры полностью взяты из ФНАФа. Блин, такое точно никогда не делали чебурашка. Почему они сейчас это решили сделать? Блин, зачем? Испортили игру, ай-яй. Ну прям полностью, короче, просто все. Тот же фиолетовый человек. Тут изменены немного локации. И вместо Фредди там чебурашка. Ну это, естественно, там не Фредди же будет с Бонни там и Чика. Естественно, там будет все изменено. Хотя бы хоть что-то. Ну и, короче, минус чебурашка, минус Гена, минус ХЗКТО, минус Шапокляк. Ну и, наконец, что-то интересное. Мы играем за девочку, которая может зайти в ту самую комнату, в которую обычно аниматроники не могли зайти. И их убивал Фиолетовый Сигма. Войдя в комнату, можно сразу заметить костюм белого чебурашки и самого фиолетового человека. Который очень рад девочке, кстати. После небольшого разговора он залазит в костюм чебурашки. Ну, там какие-то плотные, там понты. Короче, блатный, блатной, да. Ну и залазит как бы он в эту крутую чебурашину. И как бы каким-то магическим способом истекает кетчупом. И резко ультует девочку. Вау, плохая концовка. Я бы, конечно, попробовал пройти шестую ночь и рассказать, если существует вообще хорошая концовка. Но, блин, нет. Потому что тут нереальный дисбаланс. Это тупо невозможно. Типа вот так миллион лет фигнёй страдать. Это невозможно. Короче, это очень скучно, тяжело. Плюс ночи, опять же, очень долгие. Кстати, насчёт дисбаланса. После прохождения каждой ночи у вас есть шанс поиграть в мини-игру. В которой нужно выжать всего-то 50 секунд. Боже, тут, блин, ночи по 10 минут. Там всего 50 секунд. Ну, ни о чём. Но она настолько забаганная, что даже говорить забаганное это мало. Очень порадовало, что механики хоть и немного, но отличаются от ФНАФа 3. Да ещё и добавили объяснение, как отбиваться от пневматроников. Но если закрик газа на то, что всё равно после гайда нифига не понятно. Ну, а так, в принципе, нормально. Спринг-трап плюс чебурашка. Вот это. В общем, очень лаганая тварь. Может подойти к окну или к двери. Ну, по настроению, там, короче, у неё там. В любом случае, нужно ничего не делать. Просто не двигаться. Но также она может прийти через вентиляцию. В основном она, там, в принципе, не видна. То есть вы её там нифига не увидите. Так что она леща может дать быстро и красиво. Геннадий и Чебурашка. Они любят слушать музыку, ловля густинку. Если прошёл Генка, то включите его песню на мобиле. Если Чебураха, то как бы песню Чебурашки, естественно. Ну, вот, а если они пришли вместе, то можно, в принципе, не мелочиться там, игру удалять спокойно. А вот красавчик, это тупо пятачок. Просто чилит на одной камере. Иногда нужно зайти в гости и нажать на одну кнопку. И вам ещё спасибо скажут. Шапокляк тоже такая достаточно нечистая нечисть. Короче, она может прийти через вентиляцию, кричать, орать, издавать звуки. Либо нифига, просто тихо ползти. Также она может залезть на потолок, и нельзя двигаться. Также она может всякие вам куклы буду подкидывать. Просто она будет там слева, получается, на неё лучше не смотреть. И, короче, она по приколу может вас в то раз убивать с вентиляцией, просто для баланса вселенной. Кстати, вот очередной баг. Просто по приколу свет вырубается. Сюда! Обезьяна. Хотя, правильно, наверное, будет мартышка, но, в общем, не суть. А Настя так подумает, любит порофлить, и изредка пугает вас, не убивая ещё, кстати. Ещё есть какой-то кекс, на него просто нужно нажать. Ну, короче, для Роффа получается. Ну, вот и последняя часть осталась. Хм, интересно, пятая часть будет? Ну, ладно, погнали. О, да, сюжет это прям кайфово. При запуске первой ночи мы видим девочку, которая провожает своих родителей. После короткой беседы родители девочки садятся в машину, а девочка направляется домой. Но ночью девочку кошмарит, и поэтому она посоветовалась со своей собакой и пошла искать игрушки. И нашла чебурашку, которого отнесла домой и положила в кровать, при этом укрыв чебурашку одеялом. И для прикола девочка побеседовала со своей собакой, которая, как настоящий друг, присмотрит за чебурашкой. Ну, на самом деле, нет, конечно. Ну, и после ночи нам нужно собирать игрушки. Но при этом нам будут мешать всякие тёмные мрачные паблиши. Ну, и после прохождения пяты ночи, вроде как приходит почтальон Печкин и говорит, что мы умнички, как бы молодцы, и родители наши умерли, и это как бы плохая концовка. Плак-плак. При виде помещения можно сразу сказать, что сделано всё красиво и атмосферно. И, естественно, как и в третьей части, разработчик добавил свои плюшки. К примеру, можно выделить окно, которое можно закрывать. Ну, и двери, там, левое и центральное. И, короче, нужно чекать кровать. Ну, короче, там уже по старинке. Но удивление аниматроников тут достаточно нормально, можно сказать. И механику можно посмотреть в менюшке, как бы, как играть. Очень удобно достаточно. Чебурашка. В общем, суть по сути такова, что мы должны в этом главном, получается, коридоре, там лежит чебурашка. И мы должны подсвечивать, чтобы какой-то страшный вроде чебурашка, типа кошмарный, не должен залутать этого чебурашку, и нам джага-джага не пришло, типа того, короче. Крикодил Гена. Почему-то написано правое, хотя справа окно, по идее, так что будет левая дверь. Короче, всё, в принципе, просто. В общем, нужно посветить дверь. Если там увидите глаза, то закрыть дверь. Ну, и енот, по идее, то же самое. Мартышка, по идее, работает как Фокси, то есть нужно только очень быстро в примечании написано закрыть дверь. Ну, то есть, как только вы её увидели. Также есть волк. Он как-то вообще странный. Он как будто везде. Ну, в основном в окне получается. Ну, как будто он блин и в двери сейчас. Короче, он Сигма крутой. Также есть ещё грибочки, которые надо осветить, ну, как вот эти маленькие ещё. Мишутки, эти, не шутки. Эти, мебельшонки, короче, у Кошмарного Фредди. Тут то же самое. Так же говоря, Пятая Ночь, там, по идее, только фулл-онли Винни-Пух, но почему-то, почему-то она вылетает, то вообще сбрасывает все сохранения. Короче, она как-то странно работает, но, по идее, вот там Винни-Пух должен быть, и как бы вместо Голден Кошмар, ну, как бы, вместо Фредбер, я думаю, вы помните. Очередная мини-игра, но, блин, тут так всё написано сигмически, что перевод достаточно немаловажен, но сложно его понять. И, поиграв, я только испугался от скримера, и всё. Ну что ж, по итогам могу сказать, что достаточно эта игра, вся вселенная сделана. Достаточно я, вообще, в принципе, в общем, изучив игру, я, вот, поверхностно, когда смотрел, даже просто у них на превышке просто посмотрел, я очень сильно надеялся, я думал, что вот первая часть будет какая-то не очень, а потом через, типа, много-много миллионов лет прошло, и, типа, всё, разработчик просто начал делать какую-то имбу лютейшую. Но, вообще, нет. То есть, вообще, смотри, так, то игра прям развивалась, но не прям масштаб-масштаб вау, то есть, типа, ну, она развивалась, видно, что развивается и развивалась, но вот прям как-то кардинально нет. Но, опять же, прикольно, прикольно, если честно, вообще, как копилочку, так скажем, в этой всей вселенной ФНАФ, эта ФНАФ-пародия, я думаю, она будет нормально залетела, в принципе. Так что, это очень круто. Я считаю, что ещё есть всякие рекорд-версии. За счёт этого, кстати, это очень хорошо, как по мне. Я сначала думал, это потому что параша, потому что, типа, вот вообще, без этого, вот без этой, всяких багов, без этой, всей фигни, этих всех смешных моментов, вообще, ну, баги, конечно, желательно, чтобы были не тупо на рандом, где какой-то баг, может быть, вот без них, тупо вот это смешные моменты, всякие угарные, все эти, это озвучка, то есть, да, это прикольно. Это вот просто часть игры, можно сказать. Но в рекорд-версии, вот, первый, допустим, мне понравилось, что там есть режим включить и поставить озвучку, то есть, с нормальной, без багов, но с нормальной озвучкой. То есть, вот так, вот так, это круто. То есть, ещё, то есть, текст можно как-то написать в двух стилях, типа, вот так, как-то странно, бла-бла-бла, и, то есть, нормально, то есть. Вот так по-адекватному, как бы, и оставлять эти моменты, то есть, смотрели только баги. Это прикольно. Это классно очень. Это прям, мне понравилось. Так что, код-версии, они идут очень хорошо. Это очень классно. Сейчас, вроде, кстати, третья часть анонсировалась. Ну, это, вроде, пять месяцев назад, но, не знаю, вышло, не вышло. Вроде, вторая уже есть. В общем, прикольно. нормально, в общем, классно. Так что, игра, в принципе, хороша. Сказать, какая самая любимая, наверное, всё же, не знаю, скорее всего, наверное, вторая, наверное, пусть будет, потому что, ну, первая явно нет, первая самая скучная, самая простая, четвёртая мне тоже не особо зашла. Вот, третья, вторая, вот это самое, наверное, лучшее, но, наверное, вторая больше мне как-то понравилась. Как-то больше аниматроников, больше приколов всяких, как будто. Тут ещё, вот, мне понравилось, это ещё озвучилось, ну, погоди, что сейчас, седьмая ночь, вот это очень круто. Да и меню экстра тут сделано лучше всех, типа, в третьей части, там вообще ужас просто, ужас. В четвёртой даже не знаю, есть ли вообще оно или нет. Так что, как-то так, примерно вообще, то есть, вторая часть, как по нему, самая лучшая. Ну ладно, в принципе, как-то так получилось, если честно, не считая личного мнения, хронометраж текста должен быть на 14 минут, но что-то не так пошло, видимо, очень круто. В общем, как-то так, прикольно, в принципе, получилось, мне очень понравилось делать разбор, очень классно, провёл время очень, мне понравилось, было вайболом. Ну и на этом моменте, в принципе, будем прощаться. С вами был Руни, всем спасибо и всем пока.